Сейчас я записываю этот ролик для вас и до сих пор так и не решила, как его правильно назвать. Всем привет, с вами Брис и сегодня у меня двойная тема, из-за чего я не могу определиться с названием ролика. Но если кратко, на самом деле я хотела рассказать о том, какие ники у меня были, как я их придумывала. И заодно рассказать про старых осов, потому что эти темы очень сильно взаимосвязаны. На самом деле у меня через раз спрашивают о том, как придумать себе ник, потому что хочется что-то, чтобы это отражало твою суть и при этом было каким-то оригинальным. Но знаете, это очень-очень сложный вопрос, потому что у всех это индивидуальный процесс. Я уже рассказывала вроде бы, как придумывала ник, но на самом деле история это не то, чтобы очень сильно интересно. В любом случае я ее сегодня немножечко повторю и заодно вам расскажу о том, какие ники у меня вообще в целом были. Дело в том, что я не совсем понимаю, почему люди спрашивают конкретно у меня про ники, потому что... Ну знаете, не то, чтобы мой ник оригинальный. Ну да, это конечно не лимонный чай или котик в коробке, ну то есть определенно что-то не заезженное. Но тем не менее все еще не оригинальное по одной простой причине. Мой ник это имя моего основного персонажа, то есть я даже не запаривалась. И я недавно поняла, что вообще-то я всю жизнь так не запаривалась. Если кратко, то почти все мои ники были именами персонажей. Какие-то были именами фундомных персонажей, которые мне нравились на тот момент, А какие-то ники были уже придуманы с нуля, но в любом случае на тот момент это были мои осы. И на самом деле у меня было очень много ников, потому что я не могла определиться. Ну знаете, я была все-таки ребенком, и когда ты пытаешься придумать себе ник в таком возрасте, у тебя меняются интересы буквально каждые 10 минут, и естественно новый ник нужно придумывать каждые 10 минут, потому что старый уже не отражает твою загадочную и прекрасную натуру. И самый мой первый персонаж был по фэндому Наруто, что на самом деле немножечко удивительно, потому что после того, как я придумывала себе персонажа по фэндому, я на этом и остановилась. У меня не было ни до, ни после осов по какому-либо фэндому, и я на самом деле с того дня перестала, ну я не знаю как сказать, мне перестало нравится придумывать осов по фэндому, фэндомов, потому что, ну камон, за тебя придумали уже все, тебе нужно только сделать внешку и имя, это мега неинтересно по моим исключительным меркам, и, ну а тем не менее, этот первый ос был очень-очень всратым, и на самом деле, если вы хоть чуть-чуть шарите за Наруто, на самом деле мне кажется, это популярное аниме, большинство шарит, так вот. Мне очень сильно нравился клан Хьюго, и естественно я сделала своего персонажа из того клана, но вот одна проблема, поскольку мне было лет 12, я не стала париться и типа пытаться понять, что вообще-то у клана там есть свои какие-то отличительные черты, цвет волос определенный, глаза определенные, и я просто сделала а-ля перекрашенную Хинату под цвета Сакуры. Да, у меня естественно нет картинок что-то, чего-то настолько старого, но я думаю вы в состоянии представить Хинату с розовыми волосами, ну может там было что-то чуть другое, в любом случае, это была реально просто Сакура, но чуть-чуть другая, у нее были розовые волосы, у нее были зеленые глаза, и при этом она была Хьюгой. И звали этого персонажа Эмира Хьюга, и это был мой никнейм на протяжении, ну в общем-то до тех пор, пока этот ос и существовал. Причем имя Эмира я даже не помню, как я его придумала, но мне оно очень сильно нравилось, и когда этот персонаж трагически погиб, я это имя оставила, и следующий мой персонаж уже носил это же самое имя, и имел в общем-то ту же самую внешность, но был уже каким-то оригинальным. На самом деле я уже не вспомню, кем она была, но этот ник Эмира Хьюга очень долго был у меня, чтобы вы понимали, в то время было популярно писать в журналы, заводить друзей через как раз-таки переписки, через журналы именно по почте, и я писала в эти журналы под этим ником, ну может года два, то есть это был очень долгий мой период. И следующий мой ник был уже по моему осу, опять же, это было имя персонажа, персонажа тогда звали Саку, и это был персонаж из комикса, моего личного комикса, на тот момент, который я рисовала в тетради, и на самом деле там довольно много страниц, что удивительно, потому что, давайте будем честны, дети в таком возрасте не очень сильно любят что-то делать на постоянной основе одной и то же, в общем, я была уверена, что комик загнется быстро, но я его прорисовала где-то полгода, в любом случае я его не закончила, но приятно знать. Из минусов, несмотря на то, что это был мой оригинальный персонаж, и имя я ей дала сама, я срисовала этого персонажа из книги Кристо Верхарта, на самом деле там была просто картинка, если я ее найду, я вставлю, и я такая, йоу, этот персонаж прикольный, я типа заберу его себе, это будет мой ос, вот. И я ей сделала потом другую форму, она была ведьмой, и у нее была магическая форма, вот эту форму я сама придумала, и я ее, кстати, перерисовывала как-то по приколу, может пару месяцев назад, просто чтобы поугарать, как выглядели первые осы. И на самом деле, конкретно с осами на этом мы закончим, потому что дальше я уже брала ники фандомных персонажей, я какое-то время была Джинкс, и уже тогда это не было оригинальным, потому что Джинкс была популярна еще до Аркейна, я пыталась соединять имена разных персонажей, чтобы получить никнейм, то есть у меня даже был ник Хель, это на самом деле имя богини подземного мира, я уже не помню, из какой конкретно мифологии, но я тогда подумала, йоу, это крутое. Но Хель на меня надолго не распространилась, опять же, мне она просто не понравилась. И был у меня ник, я просто не могу, я угораю с этого ника, но тем не менее. Короче, есть такой персонаж в Лиге Легенд, которого зовут Синдра, и на английском он пишется вот так. И я подумала, что вот этот дра в конце звучит очень прикольно, но словно чего-то не хватает, и я добавила туда драма, потому что йоу, это похоже. Получился ник Синдрама, и я не знаю, это звучит просто мега ужасно, но тем не менее такой ник у меня тоже был. Что касается моего нынешнего ника, на самом деле он ко мне присосался мега случайно. Как вы уже знаете, моего основного оса зовут Брис, но когда я ее придумала, я не забрала себе ее имя себе. Я на самом деле ее рисовала не очень часто, но из-за того, что на тот момент она была похожа на кое-каких других моих персонажей, я все ее картинки подписывала ее именем. То есть я писала Брис рядом. И в какой-то момент это стало привычкой. Я просто подумала, йоу, это выглядит как подпись на артах. И я забрала это себе как ник, и потом добавила туда фамилию, чтобы как-то отличаться от собственного оса, а не быть его точной копиркой. В любом случае, по факту, это ничего не изменило. Это самый мой долго живущий никнейм. Я даже не знаю, сколько ему лет, и сколько он еще будет держаться. Но в любом случае, даже сейчас у меня есть другой ник. Я его не буду говорить. Я под этим ником постчу другие работы в другие места. И то есть даже сейчас, имея ник, который полностью меня устраивает, отражает всю мою суть, у меня все равно есть другой. Потому что на самом деле я не вижу ничего плохого в том, чтобы иметь несколько ников, если это не мешает вам жить. Ну в общем, ребят, рассказывайте о том, как вы придумали свои ники, как так получилось. Были ли у вас тоже ники под имена своих персонажей. Ну и в общем-то всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok